Добрый вечер, у кого вечер, у кого ночь, в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь. Да, люблю начинать вовремя, чтобы те люди, кто пришел вовремя, не были бы поставлены в какие-то неловкие условия. Добрый вечер. Сегодня вебинар я решил построить так, чтобы он являлся продолжением вебинара Арсения Гуричева, который очень интересные вещи высказал на предыдущем вебинаре. И эти вещи, которые я буду давать, они входят в раздел мануальной терапии, остеопатии, традиционно китайской медицины, хиропрактики. И поэтому, чтобы определить тот язык, на котором нам разговаривать, я хотел бы, чтобы поставили букву П, если есть пациенты. И если есть специалисты, то написали бы, какие специалисты. Это могут быть врачи-олопаты, это могут быть врачи-остеопаты, мануальные терапевты, практики, мануальные медицины. Или просто, а те, кто хочет более глубоко понять поясничные боли и какие могут быть причины. Еще учусь на историка, специалисты по традиционной китайской медицины, невролог, рефлексотерапевт. Вот, остеопат, учусь, учусь. Да, я когда изучал традиционную китайскую медицину, в это время мне попалась книга «Два Гумилева», где он раскрывал свою теорию пассионарности. Я стал более глубоко изучать эту книгу по традиционной китайской медицине и видел, что, в принципе, говорят об одном и том же. Хотя Гумилев 17 лет съел в том слагерях и ни терминов ни понятия традиционной китайской медицины не знал. Но он из энергии пассионарности выявил те законы, которые давно уже описаны, много тысяч лет в классической китайской медицине и в традиционной китайской медицине и в источниках по этим направлениям. В общем, я смотрю, что многие изучают остеопатию, и тогда можно, в принципе, переходить на язык ближе к остеопатам и попробовать понять, о чем поясница может быть причина поясничных бодей, исходя уже из остеопатических концепций и немного о концепции традиционной китайской медицины. Когда я закончил остеопатическую школу, я много практиковал и очень не любил работать с поясничными бодами, к которым приходили пациенты. Почему? Потому что результат должен быть конкретный, чтобы пациент смог это ощутить в течение суток после процедуры. Ну, по крайней мере, после второй процедуры достаточно быстро и достаточно сразу. Вот много работал социально и крайне сакрально, и таких результатов у меня не было. И я очень не любил эти нарушения. Когда значительно позже, когда я стал более глубоко входить в структуральные подходы, я познакомился с традиционной китайской медициной, то тогда я стал уже получать немножечко другие результаты. И самое мое любимое нарушение – это поясничная боль, головная боль, вегетативные проявления, невралгия и тому подобное. Это те нарушения, когда не всегда, но часто можно получить положительную динамику, которую ощущают и заметно чувствуются в темпе сразу после одной, максимум после двух процедур. Конечно, мы не берем такие нарушения, как дискогенный радикулит, когда есть уже органические нарушения, но дискогенный радикулит встречается достаточно редко среди всех тех нарушений, к которым приходят от ассоциаций. Меня учили мануальные терапевты и говорили, что грыжа диска может давать нарушения, которые проявляются триадой. Какая-то триада – это нарушения чувствительности, боли в наге и атрофия мышц. Таких нарушений я встречаю достаточно мало, работать с ними, трудно работать. А больных с грыжами ко мне приходится огромное количество. В 1999 году мы проводили семинар с одним английским уставопатом из Бритисского. Он рассказывал, что они провели исследование, когда делали компьютерную томографию большому количеству людей в песничной модели и выявили, что после 30 лет практически у большей части туманного альбиона есть межпозвоночные грыжи. Но симптомы межпозвоночной грыжи проявляются достаточно нечасто. И симптомам ласа, где ко мне приходят пациенты, наверное, 2-3 пациента в год, хотя поясничная болезнь недостаточно. Поэтому огромная группа нарушений, которые не имеют такого непосредственного органической причины в поясничном отделе позвоночника. Сейчас я вам покажу. Если какие-то вопросы будут, то задавайте, потому что, когда есть вопросы, то легче ориентироваться на ваши пожелания, ваши запросы, так как сложность вебинара, то, что мы не видим друг друга и не знаем друг друга. Уровень готовки, вот и ваш, для меня неизвестен. Но хотелось бы, чтобы вы все что-то вынесли из этого вебинара достаточно полезно. Итак, поясничный отдел, который связан с разом. От вас структура достаточно подвижная. И у меня есть такой хороший коллега из Франции, Трестан Косты, как мы с ним обсуждали вопрос таза, и при секунду, что самостоятельных проблем в области таза не бывает. И если бывает, то достаточно редко, и они имеют, как правило, травматическую причину. Это или лепляшка, уставая травма, или верхняя подвижная, а кость, которая легко выявляется, легко коррегируется, или последствия передуральных анестезий, на течение твердой ноговой оболочки. Как правило, если собирать правильно жалобы и историю о подвижении пациента, историю его заболевания, то достаточно просто и легко выявится. Таз очень подвижен, воздушные кости крестец и тазобедренные суставы обладают большой подвижностью, и это же касается поясничных позвонков. Каких поясничных позвонков? 2, 3, 4, 5, которые своей подвижностью приспосабливаются и адаптируются к огромному количеству нарушений телеорганизма. Что мы предполагаем за нарушение? Нарушение ограничения подвижности. Не просто ограничение подвижности, а то ограничение подвижности, которое заставляет приспосабливаться от себе до остальных частей тела. Есть две структуры в организме, которые анатомически, физиологически, механически любят и умеют приспосабливаться. Это какие структуры? Это шильное отдело и поясничное отдело. Приспосабливаться за счет чего? За счет своей удивительной гибкости и подвижности. И когда они начинают приспосабливаться, то нагрузка возрастает и им приходится выполнять те движения, которые физиологические нормы не характерны для них. Это часто приходит как приспособление к каким-то нарушениям в грудном отделе, приспособление к виспиральным нарушениям или подвижности внутренних органов. И вот еще одна группа нарушений, которые часто встречаются, это постуральные нарушения. А в первую очередь это приспособление к проблемам стоп, глаз и нижнечелюстного сустава. Таким образом, большую группу повреждений, которые заставляют поясницу испытать полученную нагрузку, можно разделить на три больших группы. Поповреждения грудного отдела, повреждения виспиральных внутренних органов, их подвижность и постуральные нарушения, в первую очередь датчики постуральные глаза, нижнечелюсти и стопы. А где наиболее часто встречаются нарушения, наиболее часто по моему опыту моих коллег это грудной отдел позвоночника, который практически всегда страдает. Почему он страдает? Потому что этот отдел приспосабливается к проблемам, которые вызывают нарушения, вызывают заболевания. Какие-то проблемы были описаны в учебниках в советское время, в советской медицине, в российской медицине, в индо-тибетской медицине, в радиационно-китайской медицине, в российской китайской медицине, в греческой медицине. Причина одни и те же. Это нарушение законов природы. Какие нарушения? Психо-эмоциональные проблемы, проблемы питания, проблемы двигательной активности, повышенная деятельность приводит к истощению, гиподинамия приводит к застою. Вот это основные причины, эти все причины видны через грудную плетку и в первую очередь через ребра и грудные позвонки. Когда я говорю грудной позвонок и ребро, я не разделяю, это единый комплекс, он связан и механический, и энергетический. Например, приходит человек и говорит, что у меня есть повышение артериального давления. Невысокое, оно появилось внезапно, вчера или позавчера, после психо-эмоционального стресса. Вы его смотрите и, как правило, вы найдете дисфункцию Вебстера в грудном отделе и повреждения четвертого ребра. Одновременно вы работаете на четвертом ребре и дисфункция Вебстера может уменьшиться. И часто это позволяет восстановить вегетативную систему и улучшить его показатели артериального давления. И здесь мы видим повреждения ребра и повреждения грудного позвонка. Правила идут вместе, и чтобы хорошо освободить позвонок, надо хорошо освободить ребро. И наоборот. На ребрах, в разных участках ребра найдете определенные зоны. Они часто могут быть болезненные, даже очень болезненные. Часто эта зона есть в проявлении психо-эмоциональных стрессов. Среднеключичная линия – это проявление недавних стрессов, которые не смог человек переживать. То есть у паравертебральной линии – это стрессы психо-эмоциональные, давнишние и так далее. Так, с возрастными пациентами проводить сеанс. На что обращать внимание? Облегчение они очень сильно ощущают. С возрастными пациентами вы ориентируетесь на витальность организма, на ощущение ткани. Главное – не переборщить и не сделать больше, чем надо. С возрастными пациентами обязательно работайте на грудном отделе, пробуйте понять, что за причины на грудном отделе могли быть причиной повреждения структуры. И когда у пожилых людей часто вы найдете повреждения первого грудного опозвонка, и первый грудной опозвонок дает очень интересные симптомы. Во-первых, он может дать боли в поясничном отделе, он может дать боли в копчике, и он дает одну удивительную жалобу, которую у пациента можно выявить путем оттщательного расспроса, и которая практически всегда уходит сразу же после коррекции первого грудного опозвонка и первого ребра. Какая это жалоба? Может быть, кто-то ответит, она смешная жалоба, и пациент с этой жалобой не придет. Но вот эта жалоба уже испришил пациент с поясничной болью и причина в первом грудном опозвонке, она позволит вам правильно сориентироваться. Сакроэлит при болезни Бехтерева. Абсолютно верно, это самостоятельное нарушение, органическое нарушение. То, с чем, в принципе, мы можем работать, но уже не в плане излечения, а в плане улучшения. Здесь, конечно, крайне сокращенные подходы будут более оптимальны, потому что системные заболевания, если возьмете работу с отроленда, в первую очередь, он предлагал лечить крайне сокращенными подходами. Как быть патологическими переломами при онкологии или остеопорозии? Мануальные техники. На что направлены цели любых мануальных техник? Какая? Восстановить подвижность, дать движение там, где его нет. При остеопорозии, а будет ограничение подвижности? И при онкологии. Большой-большой вопрос. Большой вопрос. Мой друг Серж Пуалити рассказывал, что он работал на ребрах даже у пациентов, у которых были метастазы в ребрах. Цель уменьшить болевые ощущения. Да, но я считаю, что вряд ли метастазы дадут ограничение подвижности. И надо искать там, где есть снижение подвижности. И там должно быть приложение техники. Значит, да, первый грудной позвонок. Сейчас я вам скажу один. Да. Вот рисуночек. Посмотрите, что происходит при повреждении первого грудного позвонка. Что происходит на уровне крестца. Крестец блокируется по косой оси. Заблокированный крестец по косой оси к чему приведет? Приведет к гиперподвижности пятого и четвертого поясничного позвонка, которые возьмут на себя дополнительно функцию крестца. Что произойдет при повреждении второго грудного позвонка и второго ребра? Крестец войдет в повреждение по вертикальной оси и функцию крестца. Какие позвонки возьмут? Четвертый, как правило, четвертый и пятый поясничный позвонок. При повреждении четвертого грудного позвонка и четвертого ребра, что произойдет при повреждении крестца по поперечной оси? Да. Четвертый грудной позвонок и четвертое ребро – это то, над чем мне предлагают работать пустуровые. А те специалисты, которые работают в тех концепциях, что и я, мы работаем четвертым грудным позвонком постоянно, много работаем, этот позвонок часто проявляет себя болями в пояснице, головными болями, вегетативными проявлениями и психоэмоциональными проявлениями. Седьмой грудной позвонок, что он даст? Он даст тоже повреждения по косой оси. А как это проверить? Это легко проверить. Вы можете проведать уже практики, начиная с завтрашнего дня, смотреть, искать повреждения грудных позвонков, смотреть, какие повреждения они вызывают на уровне крестца. Все эти позвонки в комплексе с ребрами достаточно часто бывают причиной поясничных болей. Стоит ли этому верить? Этому верить не стоит, но это можно проверить. Я с такими пациентами работаю каждый день, их много, и я постоянно проверяю, и многим не удается помогать. Значит, вот вы посыпались у меня на вопросы. Значит, давайте я постепенно попробую отвечать. Так, сейчас Данилова Елена Валентиновна при гиперкинезе в висцеральном скрёте, с чего начать коррекцию скресты и висцеральных. Вот, вот, я хотел чуть дальше говорить, не говорить об этом, но остановлюсь, остановлюсь. Для того, чтобы поясничная боли возникла, недостаточно, на мой взгляд, одного остеопатического повреждения. Их должно быть несколько. И когда идёт их перекрёст в области поясницы, двух и более остеопатических, для повреждений, тогда, вот, если организму не хватает возможности адаптироваться к нему, то тогда возникают поясничные боли. Вот, да, чаще всего идёт практически всегда повреждения в грудном отделе. Сейчас там сопроводается висцеральными проблемами в уровне брюшина. Вот, брюшина я имею в виду прикрепление органов, связки органов и подвижность за счёт париэтальной брюшины. Есть простые тесты, которые позволяют выделить, насколько париэтальная брюшина влияет на таз. Я в основном использую тазообедренный сустав, потому что это не настолько чувствительный тест, чтобы реагировать на всякое, на любое второжение и любое изменение. И достаточно легко его исполнить, по нему легко оценить. Если отведение тазообедренного сустава меняется на градусов 15 при тестировании через брюшину и таких коротких техник, как на брюшине, на исключение спаечных процессов, то значит, вот, да, надо переходить на висцеральные техники и работать висцерально. У взрослых пациентов вы мало у кого найдёте, чтобы не были вовлечены структуры и висцеры. Поэтому практически всегда во время процедуры надо и там, и там работать, но выбрать именно те повреждения, которые требуют работы в данный момент времени. Вся квалификация у стопатуры заключается, чтобы найти эти повреждения. Мои учителя, которые работали с пациентом в течение 30 минут, иногда диагностировали 25-27 минут и выполняли 2-3 техники, но зато выполняли чётко и конкретно. Иногда бытует мнение, что чем больше найдёте повреждения, больше делаешь техники, тем лучше. С одной стороны, может быть, это и правильно, но мы работаем в принципе, что и лечим, и не мы, а лечим организмом, или ретальность организма, или ресурс организма. Он выполняет работу, а он не любит, когда его вводят в заблуждение и слишком много и не предлагает. Квалификация ещё зависит от того, сколько можно выполнить в данный момент времени техник. Склюз для меня это повреждение в транссокральной системе и вторичное в вовлечение ребер. И когда меня учил Францис Киллорат, он говорил, что склюзия самая сложная, самая длительная внутренняя, это освободить ребра, на которой если вошли какие-то торсионные повреждения, если у них уже возникла какая-то деформация, то это всё зависит от того, насколько вы сможете их освобождать, и все повторы направлены именно на освобождение ребра. Склюз, возможно, бывает и висцеральные, но я вам больше ориентирую скатание в сакральную систему по склюзу. Насколько активно вы используете в своей работе курсовую диагностику, есть ли какие-то типичные критеристики у пульса при поясничных болях? Конечно, есть пульс поверхностный, вибрация на поверхности, как правило, будут повреждения крестца и затылочные кости одновременно, повреждения всего крайне сакрального механизма. Вибрация на уровне третьего пульса с двух сторон даст повреждение первого грудного позвонка. А пульс, как у беременной женщины, повреждение второго грудного позвонка. Четвертый даст остальзывание пульса большому пальцу. А седьмой даст вибрацию всех глубоких пульсов. И если берете череп при седьмом грудном позвонке, то всегда будет компрессия СБС. Всегда на уровне сустава СБС, на уровне хряща. Если будет повреждение первого грудного позвонка, то будет также компрессия СБС, но мембранозного характера. А череп интересен для диагностики, но это как лакмусовая бумажка, если вы работаете висцерально и структурально, которую надо освобождать только в конце, но постоянно его смотреть, чтобы посмотреть, насколько правильно проходят ваши техники, насколько эффективны ваши техники, насколько вам удается выйти на первую причину. Насколько активно вы используете пульс, я сказал, какая жалоба будет при дисфункции первого грудного позвонка, извините, если вы не прослушали, я хотел бы, чтобы нашелся кто-то, кто бы мне сказал, какая типичная жалоба, если вы пациента активно расспрашиваете. И эта жалоба в 95% случаев уйдет сразу же, если вы выполните хорошую коррекцию первого грудного позвонка и первого ребра. А первое ребро, да, это вход в краниальную систему. Старые выступопаты, такие как Храймон и так далее, не работали краниально, если не освобождали первое ребро. Да, и это мне стало по крайней мере понятно, после того, как стал изучать традиционную китайскую медицину, а сейчас изучаю классическую китайскую медицину. Да, есть там определенные точки, которые подскажут, почему первое грудное позвонок и первое ребро контролирует всю краниальную систему. Может быть, кто-то тоже сможет мне ответить. Из тех, кто знает традиционную китайскую медицину. Про запись вебинара я не могу сказать, почему, потому что есть академия вебинаров, которая привлечила меня, и она определяет, будет ли не будет доступна жалоба. Спасибо за вопросы, вопросы интересные и немножко мне помогают. ориентироваться на Ваше пожелание. Когда я говорю о повреждении грудных позвонков, что я имею в виду? Я имею в виду классическую дисфункцию в экстреле тренозник. Это единственная дисфункция, которая заставляет к себе приспосабливаться и адаптироваться к остальной структуре тела. Да, если это первый грудной позвонок, то будет адаптироваться шейный отдел, поясничный отдел, поясничный отдел. Вот, да, на черепе вы всегда найдете повреждение затылочной кости на первом шейном позвонке, и это напряжение будет достаточно жесткое, по жесткости. и натяжение дуральной трубы, и мигрант взаимного натяжения, и повреждение крестца по механической оси. Да, у таких пациентов будет определенная своя история, история заболевания. Они могут сказать, что год назад у них был зимой синдром кронической усталости, два года назад были панические атаки, были о страхе, три года назад у них были о судороге по внутренней поверхности бедер, и так далее. То есть, вот, жалобы, которые могли бы прослеживаться в течение жизни этого пациента, они могут переходить из одной жалобы в другую, но иметь определенную схему и определенную закономерность. Вот, знание этих закономерностей также опозволяет выходить на то повреждение, которое первично, которое первично в данный момент времени. Эти жалобы получить не надо, надо понимать. Да, почему первый грудной отдает ночные судороги по внутренней поверхности или более по внутренней поверхности бедер. Часто теряется связь сервера, приходится вновь и вновь включаться у всех. это, конечно, не очень хорошо, но, вероятно, будет возможность услышать все на семинаре, если вы придете. Семинар будет практического характера, мы будем разбирать эти дисфункции, как их находить и как с ними работать. Грудной отдел часто дает. На втором месте присоединяются висцеральные проблемы. Висцеральные проблемы на уровне брюшины и связь брюшины с внутренними органами, среди которых, конечно, это, в первую очередь, толстый кишечник, печень, печень, органы малого таза, прямая кишка, матка и яичники мищевые пузыри. Да, если вы умеете работать с паритальной брюшиной, то в течение по-другому-трех минут вы сможете дифферентировать, насколько органы малого таза оказывать влияние на таз, на поясничный отдел и решить, стоит на данной процедуре уделять много времени висцеральному обрушению или меньше времени, потому что приходят сопротивленные жалобы, остальные как можно быстрее, дать положительную динамику, которую смогут это увидеть и защитить. В этом есть определенные плюс, определенные минусы. Определенный плюс в том, что если вы получите динамику после первой процедуры, пациент вам второй сякс может и не прийти, но лучше то, что он будет давать информацию о ваших результатах. Как правило, какие-то станции возвращаются через 5-8-10-10-10-10-10-10-10. как с психосоматами развивать процесс? Я не правильно понимаю, потому что в нашем обществе эмоции достаточно мощно вторгаются в нашей жизни и вы увидите огромное количество нарушений, которые связываются с эмоциями. Да. С ними надо работать через структуру, через тело. Есть определенные точки, которые человеку, которые перенес стресс, они страшные, болезни. Да. Есть определенные ребра, которые при пальпации надкосмоска называются страшные боли. Вы должны работать на уровне на всех уровнях. Да. На уровне грудного отдела это всегда должно освободить четвертый грудной позвонок. На уровне черепа вы видите, что если был психоэкономер стресс, то инфектация костная структура идет на выдохе. Вы должны работать на этом уровне. Может быть застой в области печени, может быть проблема в области желудка. Эмоции, если все нормально в организме, они должны отлично перевариваться желудком. Грудок пережевывает эмоции. Эмоции не пережевывает, то есть печень, которая очень должна эмоции выводить из организма. Если уж печень не справляется, тогда есть задний срединный меридиан, если он не справляет, то тогда эмоции будут фиксироваться через дуральную трубу, вызывать фиксацию на уровне определенного сегмента позвоночника, приводить дисфункции в Эпстера, когда вы будете работать дисфункции в Эпстера, чтобы повлиять и вывести из организма эмоции. если они застряли в теле, застряли в теле. Вот термина энергетическая киста я не очень принимаю, мне не очень нравится, я даю должное канадским усталпатам, которые видели, и аплодизору, который развил. Я работал с кистами, работал до бесконечности, она никогда не оканчивается. с одной стороны это хорошо, если у пациента есть лишние деньги, он будет приходить в течение многих месяцев и многих лет. С другой стороны это немножко нечестно подначим это. Вовлеченности болезненно скупщика чаще следствия нарушения в поясничном отделе. Так, я еще не докончил как психосоматикой. И что меня психосоматики настораживает, метод фокусирования очень сильного на своих ощущениях. Такое фокусирование я встречал несколько раз, а когда потом выявлялся шизофрения, сейчас шизофрению, особенно не рассказывает об этом в историях не пишет, пациенты сами об этом не скажут. Если вам вдруг попадет такой пациент, то бегите как можете, потому что потом могут быть очень большие проблемы. Будущий президент регистра я разбирал такие проблемы, такие дела. Больная шизофрения против остеопатов и стану несколько раз, не смог быстро отказаться от таких пациентов. Вероятно, есть специалисты, кто умеет работать с шизофренией, я не работаю с шизофренией, боюсь. Увлеченность болезненность в копчике чаще следствия нарушения в поясничном отделе. Для копчика есть одна жалоба, боль в положении сидя, которая всегда характерна для копчика и боль, которая улучшает когда пациент отклоняется к заде. Это единственный критерий для меня, который заставляет меня более подробно исследовать о копчиках. Как правило, пациенты об этом помнят всю жизнь. Как правило, это травматического характера и сбор жалоб доставит пациента вспомнить, что когда-то он падал и что ему было больно сидеть. Это достаточно легко работать, то есть вы тогда тестируете о копчик и выполняете эту технику. Кроме этого, я о копчике думаю всегда, когда пациент жалуется, что боль у него появляется при разгибании до какого-то градуса, потом он делает маленькое движение, этот уровень проходит и выпрямляется, и боль проходит. То есть боль при разгибании при каком-то градусе, и она проходит, когда этот градус преодолевается. Когда я смотрю копчик, смотрю копчик, в связи с механическим единством, прямая кишка, копчик, матка, часто я нахожу ретро-версию матки, и матка фиксированная. Меня не интересует в плане копчика загнутым он или прямой в виде запятой или стороны искривления меня интересует в этом подвижности, если он двигается, не двигается. Если он не двигается, то, как правило, при эректальной работе часто страшно, болезненно. Болезненно идет слепание прямой кишки слизистой и копчика, но в этих случаях вы всегда получите положительную динамику. головная боль. Т-13 головная боль. Первый грудной позвоночник, грудной позвонок. А Т-13 это что? Т-13 дамы подсказку с двух сторон от первого грудного позвонка находятся две точки точки. Эти две точки являются входом во всю космос систему. И освобождение первого ребра даст освобождение первого грудного позвонка и этих точек. и как правило если там есть проблемы то вы увидите мощное изменение краниостокальной системы. есть еще одна пожалуй характерная первого грудного позвонка которая не имеет отношения к краниостной системе. Я вам скажу обязательно и если кто не вспомнит схваткался вебинара останавливаюсь на этом. так что еще хотел сказать о последнее время встречаю достаточно много проблем малоберцовой косточки которые оказывают влияние на наружную лодыжку и на поясничные отделы и при работе с малоберцовой косточкой удается неплохо освободить поясничные отделы. Долго я не мог понять связь малоберцовой косточки и ее такие частые повреждения пока не стал изучать традиционную китайскую медицину. Там все достаточно стало легко и понятно там проходит меридиана мелочного пузыря. Застой этого меридиана приводит застой крови застой крови будет повредение структуры. и малоберцовый косточки фиксируются на обдохе или малоберцовый Работа быстрая в течение секунд дает освобождение и хорошее освобождение тогда меридиана желчного пузыря на что реагирует? Реагирует на интоксикации. Какие интоксикации? лекарства лекарства интоксикации после колонного каина после отравления и так далее. Учитывая то, что сейчас в продуктах питания содержится много различных веществ, которые в уровне в огне присутствуют это и гормоны и антибиотики то все больше и больше мы видим повреждения на уровне структур по которой видит походы меридиана в гостином пузыря. Да, это наружная лодыжка с малоберцовой костью это воздушные кости это височные кости. Да, и те, кто будет тестировать и те, кто работают с меридианами подтвердят, то мое мнение что повдушная кость меняет свое положение если вы хорошо умеете работать на меридиане желчного пузыря и передняя задняя атерсия они будут исчезать если вы просто отрабатываете меридиан желчный пузырь опаковую мы говорим что передняя атерсия адаптация к каким-либо нарушениям практически никогда не бывает настоятельной повреждением и по ходу желчного пузыря вы увидите что он делает изгиб как на подвздошной кости так и на височной кости и те кто работают краниально подтвердят что освобождение малой брюсовой кости освобождает не только тазобедренное и подвздошный кост освобождает и височные кости и краниальную систему которая связана с височными костями я использую только один вид техники используют старикам детям всем это использование вдоха и выдоха эта техника исполняется в течение нескольких секунд для выполнения этих техник надо освобождать барьеры вдоха и выдоха барьер когда вдох и выдох я не веду тракального вдоха и тракального выдоха работая на этом барьере вы можете указывать и нам могут работать вам оказывать влияние на краниальную систему и на всю И работая с такой амплитудой, позволяет выполнить технике, не только быстро, но и достаточно расширить их точки воздействия. Структуральная система, краниальная система. Краниальная система имеют амплитуду первичного дыхательного механизма. Структуральная система имеют движение при ходьбе и при тракальном вдохе. При тракальном вдохе вставание креста идет сзади. При выдохе идет в другую сторону. Это повреждение креста механическое. Она может оказывать влияние на коню сатальному. Если я оказываю влияние, то выполняя техническую амплитуду, я сразу же две системы включаю в процесс. А техника на крестце в моем, так как я ее выполняю, используя вдох и выдох, я ее выполняю в положении сидя, занимает 30 секунд. Максимум 60 секунд я люблю делать беременную, потому что некая поясничная. Боли в области крестца, когда крестец не может приспособиться к тем изменениям, которые идут на уровне брюшной полости и тазового беременного. В беременных она дает сразу же результат. Мионогетические техники я никогда не использую в том, что волшебедные мышцы, которые освобождают, чтобы освободить крестец. Крестец, волшебедные мышцы, летающие крестец и фасциальные футляры должны быть свободны, чтобы после работы на крестце, крестец не вернулся в обратное положение. Больше миллион энергетических техники я не делал, когда закончился с плачевской школы, я что-то пробовал ими работать, но в моем исполнении они были неэффективны, я их перестал делать. Много работал с уставными техниками, сейчас я не работаю с уставными техниками, они, как я считаю, выводят организм из возможности хорошего ответа. Они вносят хаос, и организм не начинает его устраивать. Если я дал подвижность крестцу, и там была проблема, то при каждом таракальном вдохе крестец будет раскачиваться дальше. И моя техника будет продолжаться во времени, и со временем она будет только усиливаться. Усиливаться, если я добавлю суставные техники, то этот процесс раскачивания в резонанс вдоха и выдоха, он не будет себя проявлять, и мои техники проявят. Я смазан, человек в минуту делает 11-19 вдохов и выдохов, и в минуту 11-19 раскачивания будет выполнять организм, и вместо меня продолжать эту технику. Поэтому миомердитические я не делаю техники, когда суставные и мягко-треневые, я тоже делаю редко. В основном, если пациент хочет, чтобы почувствовать, что я выполняю работу на свой статус. Так, какие еще вопросы? 21-49 уже. Как слепом вы работаете на седьмом шейном позвонке? Шейный позвонок для меня структура, с которой надо работать в последнюю очередь, так же, как и поясничные позвонки, это структура адаптации. Я согласен с мнением специалистов, которые, ряда специалистов, которые говорят, что, чтобы было повреждение на уровне шейного позвонка, это, чтобы появилась дисфункция, надо как минимум два грудных позвонка дисфункции Уэбстера. За исключением первого шейного позвонка, первого шейного позвонка, который реагирует самостоятельно на множество нарушений, на огромное количество нарушений. Вирусно-кифичный тракт с проблемой первого шейного позвонка, в том, что находятся точки желчного пузыря, которые контролируют весь вирусно-кифичный тракт. Вот тогда эмоции даст повреждение первого шейного позвонка, особенно, когда человеку приходится делать то, что он не хочет. Вот тогда в семье супруга, когда утром встает, и ремонтку лодки переносит супругу, а сама не переносит спиртное. И делая каждый раз такую процедуру, она вводит в свою систему желчного пузыря возбуждения, и точка 20 желчного пузыря за толщиной кости будет блокироваться. Это поведет со временем повреждения затылочной кости на первом шейном позвонке. Любые инфекции могут появиться через затылочную кость. Я не говорю уже о глазах, не говорю о зрении, не говорю о ротовой полости, которая подвижается через первое шейное позвонок. Кроме этого, затылочной кости, как я вам говорил, всегда будут повреждения первого грудного позвонка. Всегда будут повреждения от четвертого грудного позвонка, только он будет менее вырежен. Всегда будут повреждения через ВСБС шестой и седьмой грудного позвонка. На этом уровне повреждения много встречается. Но я советую беречь декант до самого конца процедуру краниальным уроком, чтобы ориентироваться на сколько вы близко подошли к первичным поступопатическим повреждениям. Первые годы в своей практике я бросался на пленянные нарушения, много работал. Но, как сейчас, я имею в виду совсем правильно. Потому что все-таки те работы, которые мы делаем, в первую очередь работают со структурой. Одно время я работал много и висцерально работал, но структура для меня приоритетная. Я не буду никогда работать на плевле по конец базовой ребра. Я не буду работать в спичи по конец базовой ребра. Я не буду работать со слепой фишкой по конец базовой таз, который реагирует на грудной отдел или на стопорную глаза. Да, вот поэтому для меня шейные отделы не так. А сейчас-то я выполню на нем техники. Есть ли пома или нет ли помы. У меня это не будет интересовать. Потому что есть подвижность седьмого шейного позвонка или нет подвижности седьмого шейного позвонка. То перед тем, как посмотреть седьмой шейный, я все-таки посмотрел бы на первые грудные позвонки. Если подвижности нет и для выполнения техник вам мешает сама глипома, значит ищите какие-то способы, как делать так, чтобы техника получилась. Есть много разновидностей техник, в которой вы можете использовать потенциал смысла у пациента, когда привлекаете из зоны, где есть достаточно энергии, из зоны, где есть кустата энергии, любое повреждение, механическое, нет подвижности. Если внутри этого повреждения вы всегда найдете какую-то кустатуру, если вы эту кустатуру заполните, то позвонок будет очень особо адаптировать. Есть вариантов, огромное множество, и всегда можно подобрать варианты. Труднее найти нарушения. Да, вот, это самое сложное найти нарушения, если вы настоящие нарушения найдете, то работаю. Вот, да, дальше по поводу, вот, используя биоэнергетические техники. Для меня только один вид дисфункции позвонка существует, это дисфункция в Эпстра или тренажник. Именно при такой только дисфункции нарушается биомеханика позвонка, и именно такая дисфункция заставляет приспосабливаться к себе окружающих камер. Если есть дисфункция по проекту, то там не будет ненужных, например, две экосуставные повреждения не повреждены, а третья остается повреждена и так далее. Я не работаю по проекту, но работаю только не с удовольствием. Будет строить. Какую гимнастику для себя практикуете? Я очень ленив для каких-либо гимнастик. Очень люблю много работать. Да. Я считаю, что самая лучшая гимнастика, чтобы я бы занимался. Да, и если бы у меня было достаточно времени, то... Таких ходов, да. Да, вы будете на голове. Это направление вылетелось в главе Мерси, я вспомню, вы его тоже знаете. Это известное направление в России, но мало представлено, пока еще защиточное состояние. По основателям из Европы перебрался в Израиль и там развил свою систему. Они немного знают о психологии. О, у меня Фильденкрайс вылетел в прошлом синглове. Фильденкрайс – известная система. Она мне очень-очень нравится. По сожалению, специалистов у нас по этой системе нет. Поэтому ее изучать я считаю, что невозможно. Есть один специалист, Петр Андреев. В Москве великолепный специалист. И если мне удается, я пробую с ним заниматься по этой системе. Она очень близкая к понятию «оступать» и в части «оступать» и в части «оступать» есть люди, кому интересны цигуны, тайзицуаны. Эти направления я считаю очень-очень интересны. Особенно для тех, кто занимается географическими подходами без этих подходов. Я считаю, что без цигуны или тайзицуаны, это очень-таки низкие подходы. Современное время они не совсем правильные. Возможно, есть медитации интересные, но нет, не очень интересные. Итак, да. Какие еще вопросы спрашивать? У нас еще немножко нет времени. Времени недавно, как где-то год-два назад, я изучил интересную систему пост-урологии по методу Моннеирона. Это французский целитель, о котором узнал одну лишь технику монастыря в Франции. Монахи обучили ему эту технику. Он целый поменит, построил систему устроенную, которая великолепно выводит всю культуральную систему без равновесия и позволяет некоторого времени настроиться к организму и приспособиться к силе тяжести, и при этом устранив часть нарушений любого плана. Будет интересно, чем интересно это направление. Тем, что работа с пациентом занимает 5-6 минут всего. Работа зависит от правильного выполнения жеста. И дальше организм работает сам. И я мечтаю когда-нибудь, чтобы быть врачей и специалистов сельской местности, которые не имеют возможности изучать сутопатию, изучать мануальную операцию, изучать различные мануальные управления, но только они имеют пациентов, которые могут помогать, обучить таких специалистов, чтобы могли помогать всем своим населением и богатым, при бедным людям. Учитывая, что в быстрые приемцы можно в течение дня принять огромное количество пациентов, за небольшие деньги, помогать всем своим населением, в зависимости от количества адаптодоплаты ваших пациентов. сам Монейрон работал в сельской местности, и не брал деньгами в архиве продукта, чтобы не приносить такую заработку. Да, да. Что я еще хотел показать. Да. Это слайд Арсения. Давайте покажу вам грыжи. Опятый поясничный отнестит. Ко мне приходит много пациентов, которые говорят, что мои поясничные боли связаны с грыжами, вносит мне эту томографию. Я говорю, какие у вас жалобы. И редко бывают жалобы, которые постарали бы меня подумать о грыжах. Не жалобы людей, которые платят сумасшедшие деньги на исследования, потом на лекарства. Причина лежит не на это, но при этом никакого отношения. Даже если они есть, не имеют тех жалобов, с которыми люди пострадают. Часть из них оперированы. Залобы возвращаются. В предыдущем вебинаре Арсений показал, что происходит с позвонком, у которого хронические боли начинают ограничивать подвижность, чтобы боли прошли. Это подтвердило полностью мое наблюдение в течение многих лет, что на уровне поясницы не бывает нарушений, которые могут работать мануальные специалисты. Моют работать с нарушениями, которые связаны и приводят к ограничению подвижности. На уровне поясничного отдела таких нарушений, в исключении первого поясничного позвонка, практически не бывает. Наблюдение Арсения как раз и совпадает с моими наблюдениями. Мало того, когда я стал изучать традиционную китайскую медицину, там есть полнота, пустота. Если есть полная структура, это должно быть и пустая структура. Специалисты ищут и находят там, где есть полнота и где есть пустота, чтобы из полноты привлечь избыток и привлечь пустоту. Есть пустыня, есть болото. Будет здорово, если избыток влаги в болоте перейдет в пустыню и начнет ее рожать. Для меня долго было непонятно, как стил, лечил дизентерию, холеру и так далее. Но, когда я стал изучать традиционную китайскую медицину, я увидел там тот же самый клиент, полнота и пустота. И Стилла в своей автобиографии пишет, что в дизентерии в медицине именно так он находил, где избыток и где недостаток, где избыток крови, и пробовал перераспределить то, чем уже много тысяч лет. Я занимаюсь традиционной медициной. Пустота ци, а ци двигает кровью. Как следствие возникает застой крови. И перераспределять это как искусство. Те уступатические направления, с которыми я занимаюсь, я только в последние десятилетия начинал подходить к этим принципам. Заимствовав их и подняв из традиционных медицин. Но традиционная медицина и в аллопатической медицине будет то же самое. Берем работу заломанного. Абсолютно то же самое. Пустота крови. Заполнить эту пустоту, используя определенные растворы и ванны. То есть этот принцип, он везде. Если мы этот принцип применяем к позвоночнику, то мы видим, что поясничный и шейный отдел, это отделы, которые причиняются пустоте. И надо найти, где полнота, где полнота. И попробовать перераспределить. Если кто-то умеет с помощью определенных манипуляций еще и привлекать в эту пустоту, это будет вообще здорово. И отличная работа. И сейчас появится направление в аллопатическом медицине, как это тоже начинает привлекать пустоту. Так, значит, наступные источники о французском целителе. Да, вот есть книга на французском языке. Мы эту книгу не переводили, начали переводить, но там оказалось, что в основном история не было ни техник, ни чего. И пока не встречался с семьей неровного франца. И мы точно специально делали так, чтобы быть самостоятельно не изучали. И изучая самостоятельно, не делая глупости. Не делая глупости. Вот. Там одна только техника или один жест, который отрабатывается вместе с нами. И где-то куда-то вытянут. Но чтобы отработать этот жест правильно, то в выполнении этого жеста надо иметь определенную дикость рук, определенное дыхание, определенное положение тела в пространстве, определенное движение выполнять корпусом и так далее. То есть техника проходит только тогда, когда она скрупулезно, корректно выполнена и вызывает вибрацию с определенной частотой от какой-либо структуры или какого-либо внутреннего органа. И только при таком выполнении эта вибрация начинает менять всю постуральную систему, ее адаптавая к силе тяжести. Поэтому, если вы книгу видите, вы ее можете заказать, но для практически, если вы там еще не книги обречете. А так, посмотрите, моднее игру. У нас семена радио. Будет организовываться с французами на сайте, наверное, с французами на сайте. Так, да, еще какие-то вопросы или пожелания? Да. Подробно мы эту тему поясничным болезням расходим на семинаре. И семинары будут практически, чтобы вы могли после семинара работать на всех уровнях. Работать на грудном отделе, использовать на позвоночнике, работать на паритальной плевере, использовать тазоведренные суставы, как диагностика, нарушение внутренних органов надлесными. Работать на грудном отделе. Некоторые эти подходы не можно дать им. Как вывести из равновесия и, скажем, учредение внутренней системы. Какая жалоба будет предписывать первого грудного позвонка? Я обещал вам рассказать такая смешная жалоба, которую я могу легко объяснить с позиции традиционной медицины. Жалоба – это то, что днем в районе трех-пяти часов человека внезапно возникает сонливость, сильная сонливость. В течение часа она продолжается, потом через полтора часа она внезапно так проходит. Это и есть у человека и за дня, в день. Это его особенно не мучает, потому что она к этому привыкает. И когда я нахожу повреждение первого грудного позвонка, я же его спрашиваю, вспомните, если у вас дневная сонливость, которая возникает внезапно и внезапно, а правда проходит, которая может быть связана или не связана с обедом, а, как правило, она не связана с приемом пищи, приемом пищи не определяет эту жалобу. Если этот пациент мне говорит, что у него есть жалоба, данная жалоба есть по родине перегрудного, это после работы ребро, первый грудной позвонок, я прошу эту пациенту поменять, как эта жалоба будет исчезать. И в 8-10 случаев это жалоба у пациента, чтобы маленькие контроли, маленькая баячок для пациента, чтобы он мог дифференцировать, насколько эффективна была процедура. Посмотрите, я прошу эту пациенту проверить. Других аустрофатических школ принимаете на семинары. Вчера было совещание, и к нам присутствовали все руководители аустрофатических школ, и были приняты определенные решения на этих семинарах. Было определено, что аустрофатические школы будут развиваться по единой программе, и что аустрофатные смогут достать и использовать по словам. Да, аустрофат только и врачи, которые прошли обучение течения тысяч шестьсот часов. Да, что после дипломные семинары будут доступны всем, что они будут проходить в рамках ассоциации. И вы проводите школы, которые будут дипломные ассоциации. Поэтому, да, уже для какого-либо противостояния или не понимания, учитывая то, что будет единая программа происходить в аустрофатическом мире, не будут открываться новые школы на кафедрах. На кафедрах ведения с преподавателем. Потому что кафедра мануальной терапии, уже часть из них заявляет о том, что они будут развивать. Поэтому, да, противоречия между школами не будут, потому что практически все школы приятны. Я всегда считал, что выступатель надо развивать как комплементарное медицинное, но решение правительства есть по этому вопросу. Это уже принято и обсуждение не принадлежит. Можно только выполнять то, что приняло правительство, и придерживаясь этого решения. На сайте ассоциации будет, наверное, опубликована данная встреча. Там есть фотография. И вот на этой фотографии все выступательские школы, которые решили развиваться в рамках законодательства. Многие руководители там предоставлены, но они не должны найти. Поэтому сейчас мы работаем в одном корпоративном поле, и, конечно, любые специалисты могут приходить. Да. Этот семинар есть. Мой опыт работают не только в выступательной иммунальной терапии, и в хиропрактике. Хиропрактика в России – это лабораторство подходит в гостопарство, и, конечно, опыт в традиционной китайской медицине. И вот есть все специалисты, которые работают в этих направлениях, и, в общем, найдут что-то для себя новое. Но мне, конечно, легче работать, потому что я могу разговаривать на одном языке. И вот я много лет, даже думал о десятилетии, все время стал тратом уйти от структуральной эстопатии. Но, как я понял сейчас, я так понимаю, из знаний традиционной китайской медицине, от нее не уйти от эстопатии, а есть работа первичей со структурой. А то, что происходят сейчас, те открытия биодинамики, которые показывают связь, приливов с видами ци, такие как юань ци, наследственная ци, питательная ци, и структура. Структура – это такой источник наследственной юань ци, что в теле больше источника, более мощного не найти, и не использовать этот источник, и использовать, и освобождение организма, и для его работы, это просто, на мой взгляд, преступление. И со структурой, именно проще работать, потому что они умеют работать, со структурой. Да, современная, мануальная, по практике, на мой взгляд, без работы со структурой не возможно. Я в десятилетии работал с краниальной системой, но я забордал мембраны, и задавал их на клощадь, и, когда я плотнулся со структурой, со структурой, что они забордаются со структурой. У меня есть опыт, я знаю краниальную систему, я ее преподавал, преподавал, я много на ней работал, но, вот я считаю, что не надо выполнять 10 лет, чтобы работа кранистокальная, распространяется за рубежом, на черепочном особо, на готовочный кост, на односовое вещество, в грудной позвонок. А еще еще найти причины повредения шестого грудного позвонка. Эти причины были за рамки классической роста оплаты, и выходят на уходы энергетических проблем, энергетические нарушения. Вот манипулируя энергетические нарушения, перераспределяя движение энергии из тех мест, где их избыток, где застойки давления мало, интересная вещь, когда гумальное направление превращается в искусство. И это искусство в огромное удовольствие нарушение. Да, вот тогда можно прийти, но возможно, что у нас не будет времени останавливаться на тех вещах, которые специалисты коммунальной терапии уже знают и умеют выполнять это тестирование позвоночника в целом найти дисфункцию вёстера, и тестирование ребра в целом найти немое ребро. Я ввел понятие тестирование ребра в немое ребро, потому что поврежденное ребро оно всегда связано с торсией ребра. Прикурсное повреждение ребра всегда дает напряжение на уровне надкосмоса. Если есть повреждение на кусте в ребро, всегда будет уменьшать как мое ребро. специалисты достаточно быстро обучить. Еще надо 15-20 минут показать, как это тестировать, чтобы не лучше он будет понятным вопросом. Те, кто не очень будет уверенность чувствуют структурально работе, для них это будет в большинстве времени. Да. Это семинарально. Для всех, кто работают так, еще какие-то вопросы? Давайте я очень люблю отвечать на вопросы, особенно коварные. Чем коварные вопросы тем я больше испытываю к нему интерес. Интерес нет плохих вопросов, есть плохие ответы. Любые вопросы могут уничтожить или Продолжение следует... 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 И просто фактически, чисто фактически, классическое мы к нему не подарили, никак не подарили. Вот такое нарушение описано, и легко понравится специалистам. Вот, 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 работает в рамках традиционных комиссий. А не просто никакой, а не просто, действительно, не могу, а действительно знаю, как это нарушение выглядит, а как его демонстрировать. И вот, вводя определенные футболы, я их называю, искусственные футболы, можно с этим улучшением работать. И вот, надо, естественно, нормальные индустрии. Позгерпетическая невралгия. О, вот, да, были у меня пациенты, вот тут остается нефедерная невралгия, более длительного характера. О, вот, да, работа с ними. У меня было много пациентов, два пациента, два пациента, была не краска, я по одному пациенту не удалось помочь, другому не удалось. У меня помочь работать с этими техниками вдоха и выдоха на ребра, которые, которые будут вносим, наверное, мне позволяет дать подвижность ребру и снять напряжение. Какой влиять на нашеберный нерв, не на технической клочной announcer. Работать с печеной, и со всей колено системой. Такой влияние на мeremi Orchestra. Продолжение следует... 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 В Украину не приезжаем. В Украину сейчас даже самолеты не крутают, связи с Украиной у нас потеряны. Да, ситуация такая непростая ситуация. Да, в Украине мы планируем в ближайшее будущее, что-то организовывается, чтобы не проводить, но с радостью коллег с Украины готовы встречать в Санкт-Петербурге, и мы стараемся проводить самолеты. Невропатия лицевого и мирового. Есть схемы лечения, энергетического лечения таких нарушений. Это самые сложные энергетические схемы, это самые сложные нарушения, так как в этих нарушениях много систем задействованы. Да, эти схемы подробно разбираются в том направлении, которое раньше называлось энергетическое, то что апатия. Вероятно, в этом направлении будут немножко по названию изменены, потому что просто апатия вышла малопатическая медицина и некоторые термины, которые могут раздражать малопатов. Это слово энергетическое, хотя это термин достаточно правильное, потому что энергия придумали специалисты, кто развивал термодинамику, и когда мы говорим о понятии ЦИ, то оно полностью отвечает законам о термодинамике. Если мы послушаем на работу наших историков, которые показали, что профессионарность вписывается в концепции термодинамики, а вот работа по профессионарности, они отлично объясняют, что такое ЦИ, и как ЦИ развивается. Поэтому энергетическое, энергетическое остеопатие название достаточно правильное, но вероятно оно будет переменовано в другое название. Было предложение терминовать тканевое остеопатие. У нас случилось не так давно с главным остеопатом России и президентом Ассоциации Натинькин Ищбухов. Тогда я благодарю вас за то, что посетили наш вебинар. Надеюсь, нескольких вас встретить в семинаре, приглашаю вас всех в семинаре. Буду рад встрече. Тогда до свидания. Программа непрерывного обучения у стаопатов после диплома. Мы в этой программе будем участвовать. У нас есть интересные проекты, интересные задумки. У нас интересные задумки проведения традиционной китайской медицины и развития в хиропартике. В хиропартике, в российской хиропартике. О тех направлениях, которые не лечат, а направлены на здоровье. В отличие от давительных направлений, что приоритеты отдается в системе выздоровления, где лечат сам организм, а мы создаем только условия. Программа непрерывного обучения для меня очень интересные, но и очень перспективные. Программа непрерывного обучения в хиропартике. У нас тоже интересует достаточно срочек в подкоме обучения после диплома у стаопатов. Программа непрерывного обучения в хиропартике. В частности, такое обучение в хиропартике, как традиционная китайская медицина. Сейчас оно начинает заменяться постепенно на китайскую классическую медицину. В связи с тем, что многие источники начинают присматриваться и расшифровываться за новое. Время наше удивительное обучение в такое время, когда столько обучений происходит на истинных обучениях, которые могут подтвердить о каждой специализе. У нас много моделей есть, которые не все могут быть в своей практике, но эти модели они немножко такие спекулятивные. Любая модель правильная, если 10 специалистов одинакового уровня могут получить одинаковые результаты с одинаковыми пациентами. Вот это для меня истинная модель. И вот эти истинные источники, истинные модели в наше время, они покрываются миром с невероятной скоростью. Вот невероятные вещи происходят. Всего хорошего. Всего хорошего. Всем удачи. Продолжение следует...